Воскресенье дело-то было. И тогда ведь на столбах были эти, вот в районном центре, на столбах были громкоговорители-то. И мы, значит, с подружками, бежим и смотрим, значит, объявляют, началась война. Ну, что такое война, мы как-то не соображали ничего. Говорим, что это за война? Какая это война? Летом 41-го Татьяна Сергеевна окончила школу и медицинские курсы. И уже работала в локомотивной бригаде на железной дороге. А зимой 42-го девушка получила повестку на фронт. Ее направили в город Балагое. Несколько недель Татьяна Самсонова добиралась до места назначения. Привезли нас в эту, на станцию Медведево. Вот этот город Балагое, а станция-то была Медведево. И, значит, все. Нас сначала в бараке. Ну, ничего, нас прямо, знаете, не одели ничего. Его по байковому одеялу выдали и все. А я из дома брала небольшое одеяльце. Тоже такое тонкое, но байковое. Вот. И его все каждый раз отрывало на портянки. Город Балагое во время войны был прифронтовым. Этот железнодорожный узел связывал между собой четыре фронта. Через станцию проходило снабжение Красной Армии всем необходимым. Поэтому каждый день здесь появлялись самолеты и бомбили. Самсонова с однополчанами жила неподалеку, в местной школе. За все время на здание не упало ни одного снаряда. Позже узнали, почему. Директор школы этот был враг народа. Он передавал с этого, как, с чердака. Все у него там было оборудовано, как передать там все. На фронте Татьяна Сергеевна сначала работала машинисткой. Печатала телеграммы, похоронки. А потом стала курьером. Передавала секретную информацию с одной железнодорожной станции на другую. Молоденькой девушке приходилось преодолевать десятки километров пешком. Девчонке-то хорошо. Им пришлось трудиться здорово даже. А мне вот что-нибудь там написать, напечатать, что-нибудь передать. И что мне диспетчер скажет, я ей должна нарядчику передать. В 43-м году Татьяна Сергеевна восстанавливала железнодорожное сообщение на Урале. Затем вернулась домой. Вышла замуж. Ее супруг Николай Самсонов – участник Великой Отечественной. Вместе они прожили 30 счастливых лет. После войны женщина продолжила работу в вагонном депо на железнодорожной станции. В 47-м переехала в Тульскую область. Там и вышла на заслуженный отдых. За доблестный труд и активную жизненную позицию ветеран награждена множеством почетных грамот. Я посадила несколько этих синики, погрызла корочки. И посадила, и они вышли. Надо сажать глубоко, примерно вот так вот в землю. Сейчас Татьяна Сергеевна занимается любимым делом – разводит цветы. Эту пальму посадила четверть века назад. В 2010-м переехала в Липецк. С собой привезла и это экзотическое растение. Сейчас женщина живет с сыном. Он – бывший гражданский летчик. В семейном кругу они часто вспоминают ту страшную войну. А Татьяна Сергеевна рассказывает о своем нелегком фронтовом пути.